Дорогие соотечественники! Вот и октябрь во всю мощь проливает слезы. Дожди, дожди, сплошные дожди. Идешь по Кишиневу под зонтиком и смотришь. Повсюду незаконченные ремонтные работы. Летом, очевидно, этого сделать было, но никак невозможно. И начинаешь думать, кто для кого. Власть для гражданина, гражданина, чададина. Или гражданин для власти. И приходишь к выводу, что все-таки не гражданин должен решать вопросы власти. А власть должна решать вопросы гражданина. А среди всей этой массы кандидатов в президенты, которые сейчас не сходят с экранов телевизора, я только у одного, догадайтесь, из трех раз, у кого услышал такую фразу. Не человек для экономики, а экономика для человека. И вот, чтобы обсудить эту слабодневную тему, тему наличия рабочих мест, а точнее их отсутствие, наличия достойной зарплаты, а точнее ее отсутствие, и наличие божеских цен или их отсутствие, я и пригласил профессионального экономиста и государственника. Нашу добрую знакомую Елену Горелому. Еленочка, здравствуй. Здравствуй. Вот такого грустного осеннего зачина. Попробуем дать какую-то оптимистическую картину ситуации. Почему? Потому что я все-таки верю. Верю в мудрость человека, в мудрость народа. Потому что, как ни верти, люди все прекрасно понимают, что не граждане должны решать вопросы власти, а власти не избирают на то, чтобы она решала их вопросы. То есть все поставить, как полагается, с головы на ноги. И тем самым голову поднять вверх. Ну, ты абсолютно прав. Характеризую нынешнюю ситуацию. И зарплаты низкие, и работать особенно негде, и приложить свои силы высокообразованным людям у нас негде. Много проблем. Почему так получилось? Мы как-то уже это обсуждали. Теперь возникает другой вопрос, что делать. Я думаю, слово «надежда» и «вера» здесь ключевые. Ты сказал слово «надежда». Почему? Власть и народ. Вот когда противоречие между властью, ее задачами, целями, и что она делает, достигает своего апогея, люди на это реагируют. И наша страна не исключение. Если посмотреть, вот сейчас очень много было опросов проведено за последнюю буквально неделю, да, и представлено, то такое несоответствие того, что делают власти потребностям людей реальных, да, потребности в том, чтобы иметь достойную зарплату, чтобы у детей было будущее, чтобы родители были уверены, чтобы были нормальные пенсии, чтобы не было безработицы, чтобы люди не намеривались выезжать, особенно молодые. Вот на эти вопросы власть не ответила. И по опросам, по всем, еще не было за всю историю опросов такого количества людей, которые так бы отрицательно, негативно относились к власти. Я имею в виду к парламенту, к правительству, ко всем структурам власти. Это говорит о том, что общество готово менять власть. Для меня ответ очень простой на этот вопрос. Общество готово менять власть. Вот будут выборы, посмотрим, реализуется это или нет на практике, за кого проголосуют. Но и здесь, конечно, большая роль будет принадлежать тем, кто будет доводить свои идеи. Я имею в виду кандидатов в президенты, до людей. И чтобы, конечно, самое главное, чтобы люди очередной раз не ошиблись и не обожглись. Это самый главный вопрос. Ну вот, если посмотреть на мнение многих, скажем так сказать, наших доморощенных, отечественных, самозванцев, что ли, у нас, кого не возьмем, политолог, политаналитик, там, даже передачи называют принципы такого-то, хотя там принципами и не пахнет. Возникает такое ощущение, что помимо вот наших каких-то внутренних проблем, внутренних неурядиц, того, что все называют захватом институтов, захватом власти, я бы добавил, что тут добавляется и захват менталитета. В который раз, вот помнишь этого профессора Преображенского, говорите, ребята, разруха начинается в головах. И вот следы этой разрухи в головах у людей, вера во все эти иллюзии о сияющем доме на горе, а вокруг него, мол, сплошная темень и все такое. И второй момент. Все прекрасно понимают, что судьбы многих наших правителей решаются не на избирательных участках, а где-нибудь там за кордоном, где-нибудь в этом сияющем доме на горе. Хотя вот так, если присмотреться к сияющему доме на горе, я имею в виду Соединенные Штаты, вот следя внимательно за теледебатами, я вижу, что даже в сияющем доме на горе как-то лампочки лопаться начали. Не все так сиятельно. Что-то там, что-то, потому что, обрати внимание, ведь что Трамп сказал? Трамп сказал, говорит, ребята, хватит нам этого глобализма, лезть со своим носом везде во все дела, давайте займемся здоровьем самой Америки. Что-то и там какие-то, оказывается, очень большие нелады. Государственный долг, сколько он там, под 19 триллионов где-то натикало. А 19 триллионов, извините меня, это 19 тысяч миллиардов. У нас миллиард лямзнули, вон сколько шума. А представляете, 19 тысяч миллиардов куда-то непонятно ушло, вот в эти долги и так далее. И тем не менее, вот идея, что вот в Европе сияющий дом на горе, так там что-то британцы из этого дома потихоньку как-то хлопнули дверью и вышли оттуда. И вообще как-то заговорили в Европе дружно, что что-то в этом втором сияющем доме на горе что-то не так. И вот возникает такой естественный и простой вопрос. Мы все время ждем, что кто-то откуда-то нам чем-то поможет. Вот дадут какие-то гранты, кредиты, и там все у нас, инвестиции пойдут, и бог знает еще. Вот ты как экономист, ты же прекрасно знаешь, и мне много раз говорила, что экономика это прежде всего мотивация. То есть одни и те же люди могут одну и ту же работу сделать с блеском, из-за куда малые затраты, и наоборот разворывать, раздеребанить, разчубучить, расхимичить, и ничего толком не сделать, что мы видим повсеместно. Вот как экономист. Как ты считаешь, не пора ли нам прислушаться и к голосу нашей совести, нашего разума? Они вот эти чужие картинки, там за картинками, за фасадами, оказывается, там тоже что-то не все ладно. Ну, я честно об этом говорю, что давно пора. Последние 7 лет правления, которое обещало очень много, и европейские пенсии, европейские зарплаты, и Молдову без бедности, и так далее, пришли к тому, к чему пришли. Люди недовольны. Я говорю по опросам, более 80% населения Молдовы недовольны тем, что делает власть, недовольны результатами, недовольны, как работает экономика, как она удовлетворяет, вернее, не удовлетворяет их насущные потребности. Это очень просто было манипулировать людьми еще 10 лет, 7 лет тому назад, обещаниями, что будет прекрасное будущее европейское и так далее. Этого не случилось. 7 лет – это достаточно большой срок. Если за 7 лет нет позитивных никаких сдвигов, и даже наоборот, экспорт у нас за последние 2 года падает, в том числе в Европейский Союз. Люди как уезжали, так и уезжают на заработки за рубеж. Количество уезжающих и намеривающихся уехать не уменьшается. Положение в экономике неблестящим остается. Миллиард украли, все это почувствовали. Цены, тарифы выросли. Сейчас долг в 25 миллиардов леев ляжет на бюджет, на все бюджеты в течение 25 лет будут выплачивать то же самое население Молдовы, то есть налогоплательщики за наш счет. То есть, скажем так, ловкие ребята нас обобрали, и мы же должны оплачивать их художество. Так получается? Конечно. Но это все было просчитано с самого начала. С самого начала проведения операции они знали, с чего начнут, как будут действовать и чем все это закончится. То есть... Все это было понятно. Но вопрос не в этом. Я к чему вспоминаю эту неприятную историю? Ее, кстати, вспоминают почти ежедневно и люди, и на различных средствах массовой информации. Но как бы мне кажется, что вот эта история с кражей миллиарда она поставила точку в формировании нового общественного мнения. Мне так кажется, что люди начали смотреть на то, сравнивать, что действительно происходит и что им обещают, что им обещают на будущее. И это очень важно. Вот это влияние, конечно, на благосостояние всех нас отрицательное, но самое большое влияние, мне кажется, это то, о чем говорил профессор Преображенский. На разум. Вот эта страшная история с миллиардом, она очень повлияла на общественное мнение, на мнение людей. Люди вдруг увидели, что власть, которую обещала светлое европейское будущее, с ними так поступила. С нами, со всеми. Сколько нас ждет. И самое поразительное, что эти ребята, я помню, когда клянки приезжали там по 13-15 министров иностранных дел за раз и стояли там истории успеха расписывали, что Молдова впереди планеты всей по евроинтеграции. Я помню все эти. Вдруг сменили свой тун, уже когда все подписали, что нужно было кабальные эти договоры подписать, а теперь вроде как они говорят, что да, вот нехорошо вы, ребята, поступаете. Да как, где же вы, хлопцы все были, когда-то бы нам и сюда приезжали. Вот чем можно объяснить вот такой перепад, переход мнений на Сиятельном Западе насчет того, что происходит у нас? Ну, на Западе последняя информация тоже, наверное, очень многие знают, что европейцы проверили некоторые средства, которые Республика Молдова получало, как эффективно расходуется. Оказывается, 800 миллионов евро были расходованы не совсем эффективно, не совсем на те цели, которые это. Европейцы прекрасно понимают нашу ситуацию. Но у них нет рычагов влияния. У них нет рычагов влияния. У них еще есть какие-то интересы? Интересы есть у всех. Вот они нам интересны и интересны нам. Что им надо от нас? Ну, это понятно. Вы уже тоже обсуждали этот вопрос. Чего им... Сформулируй. Вам все равно. Знаешь, есть такие вопросы, вроде как бы, так ясно, ясно, а потом как-то опять что-то неясно, что-то опять какие-то нюансы появляются. Нужно, чтобы мы находились в поле их влияния. Чтобы мы были их. И все. И чтобы мы здесь не было никаких особых социальных, политических катаклизмов. Это тоже не устраивает граница с Евросоюзом. Но денег не дадут. Денег дадут немножко. Но дело не в том, даже не в суммах. А дело в том, что на эти деньги невозможно построить новую экономику. Нам фактически нужно строить новую, другую экономику. Это при том условии, самым лучшим, что все деньги пойдут по назначению. Это при том условии. Это не так делается, не за счет внешней помощи и внешней поддержки. Но нужно рассчитывать на себя. Так вот, европейцы, они особых рычагов влияния не имеют. Они приезжают, они принимают наших руководителей, они с ними беседуют, они иногда говорят, вы неправильно делаете, высказываются достаточно риска. От этого ничего не меняется. Самый главный рычаг влияния на власть это люди, народ. Как мы будем голосовать? Будем ли мы протестовать? Будем ли мы в эфирах высказываться отрицательно, критически, но объективно о том, что делается? Будем ли мы говорить или рассуждать о нашем видении будущего, что здесь должно произойти? Какая доминанта будет господствовать в наших эфирах, в наших разговорах? Вот это одно день... Кстати, какая вот на твой взгляд опытный взгляд... Доминанта правления? Какая доминанта, вот если возьмем нашу фирму, как говорят, Интота, в общем, в целом, вот общий лейтмотив нашей свободной и независимой, так сказать, масс-медиа? Доминанта правления это обогатиться. Доминанта нашего политического класса, который правит. Но они об этом же по телеку не будут говорить? Ну, это все понимают. Уже тут даже не нужно заниматься объяснением. А тональность передач? А доминанта основной массы населения это выжить. Совершенно верно. Одни обогащаются, другие выживают. То есть ты мне говоришь то, что ты видишь за кадром. То, что я вижу. Флорами и туманами. Но у нас народ очень оптимистично настроен на жизнь. Вот проводят американцы периодически Институт Гэллопа исследования индекс счастья. Это не очень распространенная такая информация, но она очень интересная. Вот мы по производству валового внутреннего продукта на душу населения там в конце в рейтинге стран на 140-ом месте из 190 стран. Где-то там самый конец. А свадьбы в селах все равно идут. Народ все равно размножается. А по индексу счастья тоже индекс, который вот я говорю монетаризирует мы на 54-ом месте. Это очень высокое место. Да. Мы вот Средит, грубо говоря, 200 быть на 50-ом это сильно. И рядом с нашими бывшими партнерами, как сейчас модно говорить по Советскому Союзу, а сейчас по СНГ между Казахстаном и Россией. Ментальность другая. То есть наш народ бедностью невозможно истребить. Он все равно живет своей внутренней какой-то жизнью. Он радуется тем же свадьбам, рождением, своими ценностями. И вот это мне кажется самая крепкая основа для нашего народа. Ему бы научиться этому менеджменту, как сейчас модно говорить, как влиять на власть. Народ здоров. Народ здоров, я имею в виду ментально. По уровню религиозности управлять управляющими не умеют. Так получается. А процесс только начался. Когда крупные митения были? Я что имею в виду? Смотри, наши протестные движения. Я же сам помню когда-то на площади шел снег, я там говорил с людьми, помню, мерз, выступал и все. А потом как-то это все потихоньку как-то свернули, потом снова другая волна пошла, опять что-то свернули. То есть у нас как-то получается, что это или власть так ухитрилась, что она дает вот в котле пар, пар, она так крышечку приподнимет, пар этот выпухнется и опять крышечка прикрылась. Вот что сделать, чтобы этот парень не в свисток, не в гудок уходил, а в давлении на власть, чтобы власть понимала, что она для народа, а не народ для нее. Я могу объяснить, как я понимаю ситуацию. Я думаю, что вот эта точка невозврата, какой-то лояльности к власти в целом, она народу пройдена. Мне кажется, кража миллиарда и то, что повесили на плечи людей, 25 миллиардов леев, это уже точка невозврата. Другой вопрос, который ты затронул, это самый главный вопрос. Я сказала, что Запад на нас особо, на власть, рычагов влияния особо нет. Поговорить, чуть поменьше денег дать, где-то пожурить, да, и все. А выбираем то власть мы, и вот этого, скажем, менеджмента, как народ может повлиять на власть, кроме сейчас как выборов, да, у нас вот единственный путь, это прийти на избирательный участок и правильно проголосовать. Нет. Но последние два года вот эти протестные движения, они очень сильно отличались от того, что было прежде. По характеру своему. и по массовости, и по характеру, и потому, что люди начали говорить не просто там, что маленькая зарплата, то есть это не экономические какие-то манифестации, или манифестации не против каких-то там отдельных злодеяний, как вот на Западе часто бывает, да, там запостовка диспетчеров, ну, экономические в основном лозунги, или там против мигрантов, вот сейчас в Западной Европе тоже митингует народ, но это отдельные какие-то элементы жизни. А здесь народ, вот именно последние два года, что произошло, он выходит не просто за зарплату, пенсию и рабочее место, он выходит против власти. Он выходит против власти в целом. То есть, скажем так, он перешел от вот этого, что можно приоткрыть крышечку и пар выпустить. От элементной борьбы. То есть, скажем так, в этой силе, в этой протестной мощи стала проявляться цель, целесообразное поведение. Она масштабная стала. Правда? Да. То есть, атоморфный вот такой вот болит просто, а тут начинается какое-то понимание, в чем причина. А причина, я уже сказала, жизнь к лучшему не меняется, и в течение ближайших лет она к лучшему не изменится, нет никаких оснований для того, чтобы она изменилась к лучшему, и люди поняли, после того, как их вот так вот по-наглому обокрали, что все, нужно что-то делать, нужно менять. И самое главное, что произошло, это, конечно, вот изменения в общественном сознании. Что не просто там мы, как власть обещает, Лена, а можно так сказать, что не только изменения в общественном сознании, а и само общественное сознание начало меняться? Да, да, можно так сказать? Конечно, так я к этому и говорю, что общественное сознание, люди выходят, ну вот как у нас... Люди в мир стали видеть по-другому, уже без этих розовых. Вот ты помнишь, выходили фермеры, выходили там продавцы, патенщики, но это все-таки локальные выходы, а когда выходят люди и те, и другие, и даже средний класс, и даже те, кто не бедные, И внимание, помнишь, нам все время кукарекали, вот там общество расколото, все такое, да как кто же его рассказывал? А тут я смотрю, вышли и те, которые себя считают румынами, и те, которые себя молдаванами, и те, которые русскоязычные, так называемые, на самом деле, это тут и украинцы, и гагаузы, и русские, и болгары, и цыгане, и евреи, и вся масса, то есть, оказалось, что вот принцип разделяя властвуй, вот так шибать лбами, как Михаил Федорович, люди как-то вот перестали вести. Люди оказались мудрее, ведь это деление на прозападных и провосточных, оно очень выгодно власти, и они очень долго держали вот этот электорарм прозападный, обманывая всех, как нам будет хорошо, в своем поле. Но это все искусственно. Нет. Я доверяю тем политикам и тем людям, которые говорят о том, что мы Молдову должны строить сами. Помощь Запада или помощь Востока. Это только помощь. Это только помощь. И то здесь нужно быть очень внимательным и избирательным. Что ты берешь, у кого ты берешь, под что ты берешь, под какие обещания. Очень избирательно. Мы уже обжигались на этом и не один раз. А строить мы должны сами. Вот ты все время говоришь о государственниках. Очень многие, во многих СМИ и журналисты говорят, что вот потребность в государственниках. Так вот сейчас общество, мне кажется, оно созрело и готово к тому, чтобы выдвинуть вот в руководителей и своих людей, которые мыслят государственно. И дело даже не в том, насколько он профессионален. Конечно, нет. Главное, чтобы человек понимал, что ощущал суть. Человек по всем разбираться априори не может, чтобы в экономике, в респрезиденции, в законе. Должны прийти люди просто с другим мышлением, с другим мировоззрением. Именно не менеджеры, а руководители. Нет, руководители. А уже экспертов, профессионалов, они привлекут. Конечно. Если будет поставлено правильно... Если им поверят, и пойдут за ними. Поверят, и они правильно сформулируют задачи. Мы должны сами обустраивать свою страну, не полагаясь ни на восток, ни на запад. А можно сказать вот таким, скажем, с такой точки зрения, что вот своего будущего достоин только тот народ, который в минуты опасности способен выставить своих вождей, своих пророков, своих вот самых, что ни на есть, вот лучших представителей. И вот у этого народа будущее есть. А если этот народ слушает вот эти сказочки, а давай сольемся куда-то проголос... Это самое... Ипсир... Вот это... По-моему, тогда, ну, такой народ, какой народ, такая судьба. Есть ответственность... А как ты считаешь, вот наш народ вот такой, что он чисто халявщик, что давай сольемся куда-то в соседнее государство, а что нам не... все у нас где-то это вот есть, или все-таки основная масса, основная доминанта у нас, это все-таки есть вера в будущее, есть желание его обустроить. Думаю, что так. Я думаю, что протест вот этот, как его не пытаются подвернуть под это самое, а он все равно, у людей боль за несбывшиеся, за несбывшиеся надежды, за несбывшиеся мечты. А когда у человека есть вот хотя бы гнев и боль за это, я думаю, это не потерянный человек, не потерянный народ. Я вообще считаю, что Молдова никогда... Никогда. Никогда. Нет. Я объяснила нашу ментальность, наше отношение к жизни народа в целом, не отдельных представителей. Оптимисты все-таки у нас люди. Но сейчас, я говорю, то, о чем народ... Люди должны мобилизоваться. И есть ответственность власти, которая прописана в Конституции, в законах, какой имени за что отвечает, что делает парламент, какие полномочия президента. То есть, есть ответственность власти. А сейчас наступил момент, когда есть ответственность людей. Ответственность людей. Сейчас игра на нашем поле. Игра не там. Вот когда люди окончательно это почувствуют и поймут, они будут готовы правильно себя вести. Правильно протестовать, правильно высказываться, правильно мыслить, правильно голосовать. Нужно понять всем. Сейчас игра на нашем поле. Мы играем на своем поле. И за мяч, который в игре пока время... И мы отвечаем за финал этой игры. Я не говорю о будущих президентских выборах или там будущих парламентских выборах. Я говорю в целом о будущем экономическом, социальном, политическом, гуманитарном будущем нашей страны. Вот сейчас переломная ситуация. А теперь вот слово переломная. Значит, она переломная во-первых в том, вот как мы вот только что обсуждали эту тему, что само сознание и самосознание народа начинает меняться. Люди начинают понимать. Не просто, что вот их дурят, им там впаривают что-то, какие-то фантики, а за фасадом этого творится бог знает что. А люди начинают понимать, что с этим надо что-то делать. Что вот так отчаиваться, типа, ну, а что тут поделаешь? Ну, так вот так у нас. Ну, что ж тут и так далее. А ведь по большому счету, если посмотреть, вот я в далеком Китае, когда, значит, представлял нашу страну, я обратил внимание на удивительную черту китайцев. У нас вот ходят мифы. Вот у нас страна наношей, куматри, теремиры, и вот в этом вся беда. Заверяю моих дорогих соотечественников в том, что вот эти все куматристы, наношисты в Китае не меньше работают. Да по порядку интенсивнее, не только количественно, а еще и качественно. Вот там эти родовые, клановые. Так вот, они сумели как-то повернуть. А что плохого в клановости, в семейственности, когда это направлено не на раздерибание страны и государства, а на созидание. Вот это как экономист, вот ты можешь как бы подтвердить или как-то обговорить, оценить эту точку зрения. Как нищий, голодный Китай, которому никто никогда никаких кредитов не давал и не собирался давать, вышел за какие-то вот два, считай, поколения вот толком сменилось, вышел, это фактически первая производящая бумажки, печатающая экономика мира. Как ты как экономист, мы говорили о мотивации, что это в экономике очень важно. Очень важно. Я считаю, что Молдова одна из тех уникальных стран, где вот эти семейно-родственные связи, скорее всего, семейно-родственные, можно обратить в огромный плюс. В огромный плюс. Солидарность, коллективизм. Коллективизм. Быстрая передача информации, быстрое реагирование, исполнительность, что сказал глава рода, там, СИИ. Доверие. Доверие. Кредит. Доверие. Взаимопомощь, та же самая, помогут бедным родственникам, оперативность, мобильность, вот это, внутренняя мобильность прежде всего, быстрое реагирование на ситуацию. Может сыграть. Здесь проблема, опять же таки, в том, о чем мы раньше говорили. Кто во главе рода? Кто вожак? Или он будет использовать эти семейно-родственные или клановые связи для того, чтобы самому обогатиться. Хороший вопрос. А вы там родственники будете бедными родственниками, иногда я там создам какой-то фонд. Что-то подкину. Перед выборами особенно, да, и буду вам это самое подкидывать. Или это мудрый человек во главе одного рода, второго рода, третья рода, который во главе каждых этих кланов, родов семейных, мудрые люди, которые думают о своем роде и что с ним будет потом. Чтобы этот род процветал. Не в короткой перспективе, а в дальней, в длинной перспективе. Не только богатством материальным прирастал, чтобы этот род, чтобы он был долгим, чтобы и образование, и культура, и возможности открывали горизонты для этого рода. И чтобы род не распылялся по земле. Не распылялся, а жил здесь. Вот и вопрос на этот вопрос. Как это ни странно, должны отвечать его родственники. Кого вы выдвигаете и признаете лидером. Я не говорю сейчас, если это перенести на нашу ситуацию, покажется, что я говорю о президенте. У президента достаточно полномочий, я это все понимаю. Я говорю вообще о лидерах. о лидерах. У нас сейчас лидеры не те. И это все понимают, кто-то понимает это осознанно, кто-то это чувствует, потому что ведут не туда. Они идут по своим рельсам, а мы по своим рельсам, все остальные. У них в одну сторону направлен, но совершенно в другую. Одни, как я сказала, обогащаются, другие выживают. Разные мотивации, разные цели. Так вот, если говорить о молдавском народе в целом, что это большая семья, вот эта семья должна выдвинуть, чтобы спасти себя, не просто выживать, а жить. Жить и развиваться. Выдвинуть на руководящие посты в стране достойных людей. И особенно в минуты вот опасности мы говорили вожди и пророки. То есть без этого, то есть одни сильны своей вот руководящей, а другие направляющей властью над умами. И мне кажется, вот я опять же, я все время пытаюсь отнестись с международным опытом. Если мы думаем, что мы тут какие-то особые, какие-то несчастные, какие-то уникальные ушлепки, или какие-то у нас крокодил не ловится, не растет кокос, и все у нас не так, то мы глубоко заблуждаемся, потому что мы не одни в этом мире, и процессы, которые происходят у нас, и они происходят не только у нас, вот я дам простой пример. Вот у нас тут кланова семейственность, берем Сияющий дом на горе, кланы Кеннеди, Ротшильдов, Буша и Клинтонов, чем не семейственность? А чем не не спаянность вот эта семейственная? сплошь и рядом наблюдаем. Значит, то есть мы ничем, вены не хуже, не ушлепочные, не какие-то там маргиналы, отстал, нам любят говорить, вот, вот есть хорошие, правильные правила игры законы, так вот исполнители у нас, видите ли, тебе не напоминает лет 30-40 назад, мол, идеалы, идеи, правильные, народ у нас вот неправильный, так, подождите, идеалы под народ делаются, они народ, мы видели, многие пытались народ под эти идеалы, и чем это кончалось, я думаю, что идеалы берутся от предков, от традиций, от культуры, а у всех народов чем-то идеалы похожи, мы все мы люди, не президент Китая говорил, я не помню, рассказывал об этом, когда я к нему приехал с этим письмом, значит, как раньше называлось, верительная грамота, знаешь, грамота, но пришел я с этой папкой и мы вернули, он говорит, вот я был, говорит, в Молдавии, и говорит, Дзензимин мне, говорит, видел ваших людей, и танцевал, радовался мне вместе с ними, насчет ощущения счастья, кстати, говорит, люди у вас оптимистичные, работящие, остроумные, мне очень понравилось, вы очень похожи на нас, на китайцев, и я, говорит, имею к вам, говорит, вновь назначенный мне господин посол, вопрос, что вы там потеряли в этой Европе, вы же, говорит, вылитые мы, но мы посмеялись, там, без юмора как бы нельзя, но с другой стороны, в каждой шутке, есть, как говорят, доля шутки, в основном, ну, это правда, да, у многих народов, да, почти у всех народов, если взять мудрость их предков, если взять мудрость их традиций, так они ни в чем практически не уступают друг другу, вопрос, как это направляется, вот смотри, сейчас явный кризис идей глобализации, американизации во всем мире, вот видим, войной запахло кое-где, порохом, крепко запахло, большой войной запахло, и не только крепко, большой, вот именно, не просто войной, а большой войной запахло, в мире, вон, что творится, но с другой стороны, что мы видим, мы видим какое-то необычайное возрождение, вот этих, все говорили, да подобные, архаические, посмотрим Китай, конфуцианство, вон, не только в Китае, Южная Корея, Сингапур, Япония, вот это идеология древняя конфуцианства, которая построена на уважении к человеку, к справедливости, очень много ценно, а наши возьмем древние вот эти установки, традиции, они что, не на той же человечности, не на той же справедливости построены, в другой форме, но тот же ислам, ислам, это не только террористы, и гиловцы, и вот эти ненормальные, там мощное течение мысли, которое очень прогрессивное, и то же самое возьмем православие, которое многие уже так к нему стали относиться, вот, а там мощный заряд человечности, справедливости, энергии к действию, а в самой Европе, где вот мы видим отношения к религии, к заветам, нарушаются сплошь и рядом, так сказать, толерантность, и что там еще, политкорректность, вот, к чему привело, вот, вот, что там творится сейчас, то есть, у меня такое впечатление, что, вот эти архаичные, как мы их называем, а на самом деле, вечно актуальные темы справедливости, человечности, порядочности, солидарности, взаимопомощи, устремленности, вот, вот, мне кажется, несмотря на угрозу, вот, того, что мы в мире видим, вот эти экономические кризисы, экологические кризисы, военные кризисы, вот, сплошно, это, тем не менее, вот, несмотря на этот раздание, вот эти ростки древних, вот этих ценностей, в разных культурах, начинают, начинают подниматься, нельзя же жить по одним лекалам и стандартам, вот мы говорим, либеральная демократия, да что ж плохого в либеральной демократии, сам бы подписался хоть час, но, что мы видим, свобода, лишенная, вот, как мы говорили с тобой не раз, вот этого вот дела, лишенная справедливости, лишенная вот этих ценностей, она превращается в все, что хочу, то я верчу, в беспредел, что суд берем, что берем экономические, административные и так далее, что плохого в демократии, так, власть народа, народа ура, красиво, все хорошо, а что мы видим за фасадом демократии, мы видим, опять же, кучки вот таких вот кланов, которые решают свои вопросы, химичат чего-то, людям дурят головы, значит, дело не в словах, там, нет, конечно, вот говорят, вот там тирания, вот там такой-то президент, плохой, тиран, такой-то, а такой-то хороший, и смотришь, тот, который тиран, у него люди процветали, экономика шла вверх, все были более обеспечены, его шлепнули, а который носитель, проповедник вот этих, светлого дома на горе ценностей, там бомбили, там убили, там нашурудили, а потом удивляются, что толпы мигрантов бегут в дом на горе, сияющий номер два, то есть Евросоюз, я хочу вас спросить, вот с экономической точки зрения, все-таки мораль, можно сказать, что в основе хорошей экономики, правильной экономики, должна все-таки лежать мораль, в свое время протестантизм, еще Макс Вебер писал, он вывел вперед, англосаксонский и германский мир. Я могу вот что сказать, после всех экономических потрясений, ну я имею ввиду глобальные экономические кризисы, после всех войн, мотивации или как столкновения интересов, всегда экономические, лежат в основе локальных или там мировых войн, наступает опять переоценка ценностей, а фактически возврат к истинным ценностям, они же не меняются, то, о чем ты говорил, справедливость, взаимопомощь, мораль, человечность, великодушие, это все есть у каждого народа, у каждого народа страны. Но мир развивается скачкообразно, и вот эти скачки, экономические кризисы, катаклизмы, войны, они же все равно заканчиваются, и люди возвращаются к своим истокам, и народы, и страны. Вечное возвращение к истокам. Сейчас, конечно, мир очень напряжен, но я в этом смысле считаю себя реалистичным оптимистом. Просто вся история человечества говорит о том, что все возвращается обратно. Никаких новых ценностей мы не изобретем, сколько бы ни думали наши... Гаджетов новых изобретем, сколько угодно. А ценности остаются вечными, и человечество все равно возвращается к этим ценностям. Почему? В противном случае, если люди от этого отказываются, исчезают страны, и может исчезнуть все человечество. Поэтому это объективно, что все время люди к этому возвращаются. И если я небольшой знаток истории, ну, вот ты знаешь, вспомним такие большие катаклизмы, крестовые войны, крестоносцы. Европа пыталась подчинить себе Ближний Восток. Вот ситуация примерно такая, как сейчас. Да, поломаем кости и будет по-нашему. С 11 по 15 век больше 10 походов этих были. Все были устремлены там, где сейчас идут вот эти войны. Дальше. 16 век, 20-й, колониализм. Одни народы и страны пытались и колонизировать, выкачать ресурсы из других стран. Сейчас, но все эти периоды заканчивались. Да. Так же, как Первая и Вторая мировая война закончились, как поход Наполеона закончился. Все это заканчивается. Сейчас происходит то же самое. Третье. Под лозунгами демократии. Опять на Ближний Восток. А проблема всего этого конфликта вокруг Сирии – это нефть, газ, трубопроводы. За что? Спасибо. Что ты бы у нас передать? Я последнее слово скажу. Все возвращается. Только последнее. Кроме последнего слова, ты скажи, что бы ты пожелала нашим телезрителям, соотечественникам нашим? Прежде всего, я хочу сказать, что все возвращается на круги своей. Пример, который я последний привела, он говорит только о том, что в глобальных процессах, катаклизмах человечества, все равно мы приходим к одним и тем же ценностям, которые не истребимы ни войнами, ни экономическими, ни политическими войнами между странами и народами. И иначе человечество не выжит. Если все это переломить на Молдову, на нашу страну, которая тоже является какой-то маленькой крупинкой вот этого человечества всего мира, мы это переживем. Переживали войну, переживали голод и разруху, и многое чего переживали, но все равно возвращались к своим истокам, к нормальной человеческой жизни. И не только мы всю свою историю Молдовы, великую историю великой страны, как я считаю, выживали. И хочу я закончить, я просто сейчас вспомнила слова Роберта Рождественского, реквием. Он посвятил этот реквием людям, которые погибли или прошли войну. И у него там есть одна строка, а я читала, была, наверное, в шестом или в седьмом классе, и помню до сих пор. Он говорил об этих людях войны, которые погибли или которые выжили. Он говорил, кроме желания выжить на войне, есть желание жить. И вот я желаю всем нам, что в такой серьезной ситуации, которая у нас есть, не только экономическая, психологическая, социальная, в каждой семье есть сейчас такое напряжение, недовольство тем, что делается в стране, чтобы у нас и всех, кроме желания выжить, у большинства нас было желание жить. Вот тогда мы построим свою Молдову. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Вот, дорогие соотечественники, вот и пролетела эта наша встреча с Еленой Гореловой, с очень прекрасным, не только экономистом, не только государственником, человеком с громадным жизненным и государственным опытом. Вот, ну, и как мы все видим, Елена не только прекрасная, но еще и Елена мудрая. Вот спасибо ей, и спасибо всем таким людям, которые у нас в стране есть. А в заключении нашей авторской программы «Позиция» под завывание осеннего ветра и шелест осеннего дождя мы хотели бы на оптимистической ноте сказать следующее. Люди добрые, ваша судьба и ваше будущее в ваших руках. Идите и голосуйте с Божьей помощью. Голосуйте за все то, что обещает нашей Молдове будущее. И всегда помните, что будущее – это то, что вырастили в нас наши предки – отцы, матери, бабушки, дедушки. Потому что так оно не только у нас, но и во всем мире, среди всех народов. А мы среди всех народов ничуть не хуже других. Я верю в вас, я люблю вас. Будьте бдительны. Вечно любящий вас, Виктор Пашевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова